Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дима Маченко 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 То есть он давал мне в этом возрасте наесть со другими видами спорта. Я должен был сам как бы захотеть. Я не могу сказать, что там, откуда у меня мотивация берется, или сейчас сказать, рассказать какой-то секрет, откуда я беру, чтобы дети могли это услышать и для себя почерпнуть. Я не могу этим похвастаться, потому что мне крупно повезло, потому что у меня отец оказался психологом, педагогом, тренером, отцом, другом, ну всем, всем, что есть, он оказался в одном лице и оказался рядом. И в принципе я уже, я в интервью как-то давал, мне спрашивали, как у вас это получается, как вы боксируете, туда-сюда. Я говорю, вы знаете, на самом деле просто, у меня такое ощущение, что отец играет в компьютерную игру какую-то, у него пульт, а я игра, и он управляет мной, элементарно. Я стараюсь просто слушать и делать, прислушиваться. Мотивация, это, наверное, его авторитет. Классный руководитель вызвал отца в школу, говорит ему, вот так и так, такое вот плохое поведение, там, что-то там сделал. Он говорит, ну что, значит, не поешь на соревнования. Для меня это траур был. Для меня траур был, что я не шел на тренировку. Из-за плохой учебы он говорит, ты пока не исправишь оценки, ты не будешь ходить на тренировки, на бокс. Я в детстве, когда мои сверстники там в Одесской области выезжали на турниры международные какие-то, я не ездил туда. Он держал меня. Я очень хотел выехать на соревнования. Они еще все возвращаются, там, позанимали первые места, а те ребята, ну, я их прибивал всех на чемпионате области, я всех, я выигрывал у них. Они там поехали, там, в Молдавию на международный турнир, заняли первое место, получили там призы, магнитофоны, но в то время там плееры какие-то с наушниками. У меня квадратные глаза, почему мы туда не поехали? А он говорит, да, надо, то всему свое время, всему свое время. Это до 14 лет это длилось. Вот, я дальше Одесской области, я никуда не выезжал. Но зато, когда я начал боксировать, уже по юниорам, по взрослым, я голодный был, я хотел. А те ребята, ну, вот, все те, кто тогда рано выезжали на эти турниры, ни один не дожил до, ну, я имею в виду спортивной карьеры, ни один не дошел до взрослого бокса. Все, все, все позаканчивали, просто потому что они наелись. Особенно это было в детстве. Просто делать то, что мне говорят. Сейчас понятно, сейчас я уже повзрослел, опытом набрался, сейчас я такой умный, я уже и спорить могу с ним, я уже могу не соглашаться. Все равно я делаю то, что он говорит. Я могу ходить, обижаться, у нас могут быть разногласия, какие-то ссоры на профессиональном уровне. Но все равно, в конце концов, я соглашусь и сделаю то, что он говорит. Там же это не страшно. Даже сейчас не забывай, что это не было. Сизер, сизер. Я думаю, когда он уже упадет, елки. Ты очень много боковые, ты видишь, он садится, ты... Пап, снизу нет амплитуды, я же не знаю, не надо ее разгонять, как ты начал снизу-снизу и потом сбоку, все доходило, понимаешь? Короче, я его в конце раунда помнишь, когда я тебе говорю, я живот попал? Ну, нет, подсверху еще потяни. Нет, сверху. Нет, нет. Сизер, капа. Сизер. 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 В четыре года у меня был первый бой. Настоящий в ринге, с перчатками, со шлемом. У нас в городе проходили чуть ли не раз в три месяца соревнования, городские, отец проводил. Когда я уже стал более-менее уже что-то понимать в боксе, какие-то защиты, как делаются, как наносятся удары, он решил, наверное, устроить. Для меня это были соревнования, для меня это был чемпионат мира, потому что я находился в ринге, против меня был соперник, и сидела моя мама, его мама, брат, сестра, то есть родственники. То есть был какой-то зритель, для меня это было соревнование, вроде, наверное, чемпионата мира. Финал чемпионата мира, я приехал туда, вообще под Санюрой, 18 лет мне было, то есть на чемпионате мира разыгрывались лицензии на 2008 год, Пекин, Олимпийские игры. Тогда я дошел до финала, просто тогда, ну, я знаете, появился неоткуда, ну, просто не было, не было, этот хоп-парень стал финалистом чемпионата мира. Я боксировал в финале с русским боксером, ну, тогда я проиграл. Я горький опыт этот весь увидел, я смотрел, как это все происходит, я смотрел на спортсменов, которые терпели неудачи и больше не хотели заниматься, там, боксом. я не из тех, у меня характер, у меня характер такой, что я не могу просто так взять и уйти. я приезжаю на Олимпийские игры в 2008 году в Пекин и узнаю, что у меня первый бой с Альбертом Пселимовым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова в зале полностью. Для меня поражение, оно для меня, я привык быть лучшим. Если я проигрываю, значит, я не лучше, а если я не лучше, мне это не нравится. мне подняли руку, я сошел со ступенек, отец меня накидывает флаг, я так накрываюсь, меня как прорвал, я начал плакать. Я плакал, я ревел, наверное, я кричал, я сел, нас где-то повели, какие-то там бумаги надо было подписать по допингу, по-моему. Я сидел в коридоре, я ревел, я плакал, у меня были слезы счастья. Я когда был маленький, смотрел по телевизору, когда спортсмены стояли, плачут, я говорю, что не плачет, папа спрашивает, что не плачет. Он говорит, дайте это не понять, это надо, говорит, это надо почувствовать. Ты поймешь, если ты, говорит, встанешь там, если ты там будешь стоять, ты поймешь почему. Я говорю, да, я говорю, ревел, он как мужчина, может плакать, он стоит, тем более он выиграл, пускай радуется. Он говорит, так это и есть, типа слезы радости. Я не понимал этого. Когда играл гимн, у меня в голове мелькали мультики, как я готовился, как у меня проходила подготовка, тяжелые моменты мои. Наверное, у каждого из ребят есть цель, почему он занимается боксом. Мечта, ради которой он занимается боксом. Кто-то занимается просто там для себя. Кого-то мама заставила пойти для того, чтобы научиться постоять за себя на улице. Кто-то пошел в бокс для того, чтобы стать чемпионом. Если ты хочешь, ты валишь до конца. После Олимпийских игр я собирался переходить в профессионалы. Мы сели с папой общаться на эту тему. И он говорит, что я считаю, что это ран. Мне было 20 лет. Он говорит, я считаю, что человек формируется до 25 лет, он растет до 25 лет. кости, мышцы, он крепнет до 25. После этого можно переходить. Я говорю, значит, еще одна олимпиада. Он говорит, да. И мы готовились ко второй олимпиаде. Я знал, что никогда нельзя расслабляться. Я знал, что никогда нельзя быть на 100% уверенным, выходить и просто потому, что ты уже в статусе чемпиона. За это победу тебе не отдадут. Поэтому, когда я ехал на Олимпийские игры, я был фаворитом. Но я понимал, что просто потому, что тебя называют фаворитом, просто потому, что выиграл четыре года назад Олимпийские игры, тебе никто медаль не оденет. Нужно ее заслужить. Но я ехал уверенным. По повинственному маршрую once again, make no mistake, Василий Ломаченко, already regarded as one of the best amateur boxers of his generation, has just joined the pantheon of all-time amateur boxing greats. He becomes just the 12th man in the 108-year history of Olympic boxing to take two Olympic titles. Superb performance, very well done indeed. Amid the current political unrest may in fact lie with the Russian regime, he was extremely careful to be totally neutral. In his comments about that, within the past week say only that he hopes for the safety of all Ukrainian citizens. War tones, among all the things that could be predictors of success for mental boxing, wherever you rank a great amateur career, where you gotta make it at the top, especially you gotta have Olympic experience. You gotta be professional, where you'll find into the Olympics, it's all the way you want to give yourself a great experience. I was meting on the history of boxing, I wanted to get into the history of boxing, as a person who conquests the champion's title from the second battle. There is a failure, you won't go from him, it's already in the graph. He said that I didn't win. Maybe he didn't say that I didn't win. He made a lot of punches below the belt, he made a lot of rules, he made a lot of Plus, even if you take it for the games, for what in boxing they give the victory, for how you get and how you get. In that battle, I gave more than he, the punches and lost. Accordingly, very little of his punches. I agree with that, but I do not for this victory. The athlete must win so that there is no questions for anyone, neither the judge, nor the opponent, then I won't win that if so. You want a match? Yes. And it will match. я люблю соревноваться я люблю выяснять кто лучший из лучших должен быть один чемпион не может быть 4 чемпион должен быть один чемпион мне интересно вот для для скептиков и для болельщиков боксировать они говорят вот разу еще раз соли до пригон до волтерс санта-крус вот они говорят о них я хочу с ними драться я хотел бы я хочу я стремлюсь к тому что кто-то из пацанов сказал бы кто у тебя кумир а он сказал бы у меня василия ламутенко для меня это будет безумно приятно я очень рад что я в своем любимом деле оставляю след и в истории останется такое имя я рад я могу сказать когда я закончу точно это когда мне надоест выполнять тяжелую работу в зале и когда мне надоест надевать перчатки вот тогда я сразу же завяжу я знаю точно что если мне это надоест не за какие деньги я не вернусь могу я неделю там две могу без бокса после боя когда там хочется отдохнуть выспаться поспать просто доколы пойти да ну вы на наут заехать но потом все равно все равно это 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 банально это наркотик потому что я камера мотора снята стоп саша усик это мой кум это мой друг с которым мы очень долгое время провели сборной ели с одной тарелки он очень много времени проводил у меня дома когда мы готовили соревнованиям я у него проводил когда мы ездили отдыхать в крым это мой друг саш самая драгоценная в моей жизни это мои дети самку или мамина? Папина? Папина принцесса? Да, дай поцелуй. Ну дай, дай поцелуй с мамой. Ну да, а что? Пожалуйста, дай поцелуй. Ну, дай поцелуй. Ну, пожалуйста. Что я не заслужил? Заслужил ее. Ты видела, как я сегодня дрался? Не видела? Не бери пальцы. А ну, стой, о, что это у тебя такое? А ну, стой, а ну, да, да, да. О, а я убрал. Да, вы противный, вредный, злой. Чек настроение. Мешать мне или... мне это помогает, наверное. Навряд ли мне это мешает. Потому что, наверное, если бы не этот мой характер, но я бы, наверное, не достиг бы этого всего. что там поцелуй поцелуй поцелуй. Не важно, ради чего ты занимаешься боксом. Делай то, что тебе нравится. Люби свое дело и преследуй днем и ночью свою мечту и цель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова